В совокупности около 500 заявок. Это на сегодня. В первый год работы программы показатели были минимальными. Затем мы достигли отметки в 279 заявок. А в этом году было около 200 заявок. Таким образом, за три с половиной года работы программы мы выдали около 600 паспортов. Это число растет? Не могу так сказать. В этом году даже возможно ожидается снижение количества заявок. По-разному. К примеру, во второй год работы программы к нам поступило много заявок со стран Среднего Востока. А сейчас Китай вырывает пальмы первенства и лидирует по количеству полученных нами анкет. Итак, у нас есть два процесса. Один связан с получением гражданства, а второй с выдачей паспорта. Выдачей паспортов занимается миграционный отдел. Давайте поговорим именно о получении гражданства. На законодательном уровне процесс занимает 90 дней, но мы усердно трудились над совершенствованием платформы для обработки данных. В процесс были вовлечены несколько партнеров, и теперь процесс одобрения гражданства в среднем занимает 54-56 дней. Процент отказа в меньше 1%. Это связано с тем, что и заявок немного, но, тем не менее, процент отказа все равно очень низкий. Я думаю, что главным конкурентным преимуществом программы, к сожалению, является цена. Сравнивая нас с другими островами региона, у нас достаточно лояльные условия. Мы предлагаем внести всего 100 тысяч долларов в национальный фонд для получения гражданства. Это сопоставимо с требованиями Доминики. Так что, что касается цены, ситуация такова. Но если мы взглянем на картину в целом, на страну, я считаю, что у нас есть некоторые отличительные преимущества. Юрисдикция Сен-Люси очень ориентирована на туристов. Туризм — наше направление номер один для получения иностранных инвестиций. К нам приезжает много туристов из Северной Америки, Европы, есть ежедневные авиарейсы из Лондона в Сен-Люсию. У нас очень интересный микс гостиничного бизнеса и других индустрий. У нас регулярное авиасообщение в плане международных рейсов и в плане внутренних перелетов. При вопросах налоговой оптимизации приоритет отдается расширению международного направления. Что касается легкости ведения туристического бизнеса, мы номер два на Карибах. Если не брать во внимание вопрос стоимости программы и рассматривать ресурсы страны в целом, Сент-Люсия может предложить своим гостям массу возможностей, даже если говорить об инфраструктуре. Это одно из наших основных преимуществ, доступных в рамках программы. Вы правы, у нас есть два направления. Большую долю занимают безвозвратные пожертвования. К сожалению, мы только ступили на путь развития инвестиций в недвижимость. Пока что более 90% заявителей выбирают безвозвратное пожертвование в национальный фонд. Второе направление – покупка гособлигаций, но эту опцию выбирает очень маленький процент инвесторов. Что касается недвижимости, то сейчас у нас есть уже два одобренных проекта, открытых для инвестиций. Уже одобренные? Да, и мы надеемся, что эти два проекта привлекут большой процент инвестиций в этом году и в следующем. Путь гражданства за инвестиции через покупку недвижимости всегда регулировался на законодательном уровне. Но есть одна важная вещь относительно варианта получения гражданства за инвестиции в недвижимость. Если этой сферой управляют неправильно, если нет четкого понимания, как управлять оборотом средств, то тогда программы будут сталкиваться с огромными трудностями. Поэтому Сент-Люсия некоторое время шла к тому, чтобы подготовить стабильную и хорошо структурированную основу для успешной работы программы в сфере инвестиций в недвижимость. Вы правы, возможность инвестирования в недвижимость стала активной совсем недавно. Раньше она была в своеобразной заморозке, но сейчас мы открыты к инвестициям. Вы покупаете отдельные объекты и владеете отдельными объектами. Вы владеете недвижимостью на протяжении пяти лет, а потом имеете право ее перепродать, если хотите. И за свои инвестиции вы получаете гражданство, так это работает. Инвесторы имеют право продать свои владения, и сами же застройщики могут изъявить желание приобрести данные объекты. Время покажет. Мы только запустили эту часть программы, и со временем мы увидим, как пойдут дела. Сент-Люсия – один из членов Организации Восточно-Карибских Государств. Это маленький развивающийся остров. Одно из главных направлений экономики – туризм. К сожалению, в нашем регионе бывает сезон ураганов. Если, не дай бог, приходит этот сезон, туризм на некоторое время замирает. Поэтому для такого региона, как Сент-Люсия, было бы хорошо развивать экономику по другим направлениям. И поэтому программа получения гражданства за инвестиции является важным компонентом экономики. Экономика стабильна. Я считаю, что государство делает все возможное, чтобы показать экономический рост. И государство рассматривает разные варианты, чтобы быть уверенным в стабильности экономической ситуации. Знаете, это интересный вопрос, который мне постоянно задают. Главная причина, по которой эта программа так популярна, не в том, что она дает возможность покинуть свою страну и переехать на остров Сент-Люсия. Это далеко не основная причина. Главная причина в том, что Сент-Люсия, как и другие острова Карибского региона, предлагает участникам безвизовый въезд во многие страны мира. То есть, если со своим первым паспортом человек не был способен свободно путешествовать, то благодаря своему новому паспорту участник программы становится интернационально мобильным. Участники программы заинтересованы в той свободе, которую предлагает данная программа. Они хотят иметь свободу в перемещении между странами без необходимости кардинально менять жизнь и переезжать в Сент-Люсию для этого. Правда в том, что из всего количества заявителей, может быть всего несколько человек, кто действительно нуждается в новой родине и переезде на Сент-Люсию. Мы приветствуем это. Но я думаю, что большинство тех, кому мы даем гражданство, не заинтересованы в том, чтобы Сент-Люсия стала их домом. Однако, со временем, и эта возможность может стать для них ценной. В первую очередь, надо понимать, что программа получения гражданства за инвестиции – это не вид на жительство. И только если новый гражданин решает сделать Сент-Люсию своим домом, тогда возникает налоговый вопрос, и вы становитесь налоговым резидентом. Вопрос резидентства и срок, который вы проведете на территории Сент-Люсии, будет определять ваш налоговый статус в рамках получения вида на жительство, условия совсем другие. Поэтому это вопрос не первостепенной важности, когда принимается решение о получении гражданства за инвестиции, когда кто-то принимает решение о приобретении гражданства Сент-Люсии. Он, скорее всего, заинтересован в приобретении международной мобильности, но человек может также захотеть сделать эту страну своим домом. Если люди хотят, чтобы их дети жили в мирной и здоровой среде, получали хорошее образование, то Сент-Люсия может удовлетворить эту потребность. Вы должны также знать, что двое жителей нашей страны получили звание Нобелевских лауреатов. Это самое большое количество Нобелевских лауреатов на душу населения в мире. Страна с населением в 170 тысяч человек, хорошей природой, двумя Нобелевскими лауреатами. Это все говорит в пользу образовательной системы Сент-Люсии и располагает к тому, чтобы получать образование именно здесь. У нас развита система здравоохранения, а эта сфера, как вы знаете, краеугольный камень для любой страны. У нас есть как общественный госпиталь, так и частные больницы. Если вам позволяют средства, вы спокойно можете обратиться туда за помощью. Я думаю, что для тех, кто хочет сделать эту страну своим домом, эта страна предоставляет огромное количество плюсов. Прекрасный климат, достопримечательности, высокий уровень безопасности и спокойствия являются еще одним богатством. Так что для тех, кто хочет сделать эту страну своим домом, нам есть что предложить и чем заинтересовать. Если вы интересуетесь возможностями для ведения бизнеса, то сейчас самое время приехать в эту страну, потому что у нас есть масштабная фискальная программа для регулирования налоговых каникул и возможности для импорта оборудования, товаров и сервисов без налогообложения. В дополнение к финансовому вопросу, замечу, что правительство Сент-Люси предлагает хороший налоговый режим для тех, кто приезжает с целью построить бизнес. Как раз недавно мы предоставили правительству несколько поправок к программе на рассмотрение. К сожалению, я не могу о них рассказать, потому что мы пока не знаем, будут ли они приняты. Сначала эти вопросы должен рассмотреть парламент, и только после этого я смогу обсуждать их публично. Но я верю, что те меры, которые мы предлагаем, помогут развитию бизнеса, потому что рынок меняется, и мы должны подстраиваться под него. Проанализировав рынок, мы смогли предложить ряд мер. Но я могу вас заверить, что эти меры не затронут цены. Мы должны найти более подходящие способы идти в ногу с рыночной ситуацией, чем простое снижение стоимости. Я думаю, что если вы спрашиваете о будущем, то я в первую очередь рассматриваю проблемы жизнеспособности данной программы. В будущем нужно умело вести коллаборации, а также гармонизировать наши услуги, политику программы и юридическую основу для получения гражданства. Я считаю, что будущее нашей программы зависит от ее эффективности и дееспособности. Для того, чтобы она функционировала, необходимо объединение всех островов Карибского региона для создания уникального общего проекта. Поэтому что я не верю, что эта программа может быть успешна и дальше, если все останется так, как есть. Может, я говорю о простых вещах, но они важны. Мы должны делиться информацией. Если одному заявителю отказала Сент-Люсия, нужно известить об этом Доминику, Гренаду, Сент-Китс. Конечно, они примут собственные решения, но они, по крайней мере, должны обладать этой информацией и понимать, что послужило причиной для отказа в конкретном случае. Я верю, что в будущем острова должны прийти к какому-то варианту взаимосогласия, когда они вместе смогут обсуждать и решать вопросы, которые могут привести к гибели этой индустрии, а также искать пути, которые помогут индустрии процветать. Главы островов предоставили мандаты Восточно-Карибскому Центральному Банку и Комиссии Организаций Восточно-Карибских Государств отдельному департаменту, который включает в себя ответственных лиц с различных структур региона. И у них есть возможность начать вести переговоры, налаживать процессы, чтобы прийти к некой гармонизации процесса в программе. И я, как глава программы гражданства за инвестиции с Инклюсией, с коллегами поднимал важные вопросы. Мы уже сделали некоторые шаги, возможно, маленькие, но я верю, что они приведут нас к способу гармонизации процедур программы. Если бы я мог дать какой-то совет заявителю, который отправляет заявку на получение гражданства Сент-Люсии, я бы сказал следующее. Эта программа важна для Сент-Люсии по нескольким причинам. Первая причина – это возможность экономического развития. Хотя мы верим, что заявители на право получения гражданства в Сент-Люсии – это хорошие люди, которые заслуживают одобрения своих заявок. Вопрос юридической экспертизы, проверки финансового статуса потенциальных участников программы чрезвычайно важен. Поэтому я должен сказать, что если вы думаете, что у вас есть скелеты в шкафу, и вы не хотите, чтобы о них стало известно, то гражданство Сент-Люсии не для вас. Так что я хочу сказать, что это очень значимая для Сент-Люсии программа. Мы хотим, чтобы эта программа набирала обороты. Но мы также заинтересованы в том, чтобы получить лучших людей в своей ряды, тех, кто достоин обладать этим гражданством или этим паспортом до конца своих дней. Хорошо, отлично, спасибо. Пожалуйста. Продолжение следует...